Виктор Бабурин Очень много мыслей, очень много хочется рассказать. Я подметил после общения с коллегами по цеху, так сказать, несколько интересных вещей, направлений развития. Поэтому решил все-таки сделать презентацию, наконец, себе, чтобы рассказывать не просто, скажем так, нести от себя что-то, экспромт, а все-таки мысли структурировать потихонечку в Vision нашей компании. Мобильность 4.0 – это самая обсуждаемая тема, которая была на выставке «Инотранс». Что это такое, почему это направление сейчас является таким трендовым среди корифеев транспортного бизнеса, я попытаюсь в этой презентации кратко рассказать. Ну, сначала базу. В сентябре этого года мы приняли участие в крупнейшей инновационной выставке рельсового транспорта в мире под названием «Инотранс» – город Берлин. Количество гостей потрясающее. Ни одна выставка в мире транспорта не собирает столько премьер, столько людей, столько компаний, которые выступают на ней. Не собирает столько умов транспорта, умов людей, которые вращаются в транспортной сфере. Там, поистине, правда, представлены лучшие из лучших. Инновационные из инновационных. Первое, что меня поразило, что все эти инновационные из инновационных, они в конце выставки собираются на старенькой платформе «Ашбан». И в толкучке, в толпе все эти люди в дорогих пиджаках пытаются запихнуться в старый вагон. Это говорит о том, что мыслей – это много, как бы идей там впереди хватает. А текущую ситуацию никто и не знает, как исправить быстро. Вся инновация инновационного «Инотранса» заключается в взять текущий поезд рельсовый и в него запихнуть как можно больше, круче, крутого программного обеспечения. Это не является радикальным решением проблемы. Как вы знаете, мы представили на «Инотрансе» два наших подвижных состава – «Юнибайк», «Юнибус». Здесь про меня уже коллеги-футурологи много про это рассказали. Я тогда не буду останавливаться на характеристиках. В принципе, вы все их, я думаю, сами знаете. Хотел только заметить то, что на время проектирования и строительства мы потратили… Ну, то, что сделали наши инженеры на заводе, это реально героическое было время, потому что в очень сжатые сроки мы сделали два полноценных подвижных состава. Это не макета, это не картон, это не просто модель углепластика. Нет, это полноценный подвижный состав, который в ноябре будет у нас запускаться в тестирование. Итак, мобильность 4.0. Почему я на этом остановил внимание? Вообще, почему я решил об этом, ну, скажем так, попытаться осознать, что это такое? Потому что про это много говорили на выставке «Инотранс». Нас пригласили на юбилейный форум МИТа, это Московский инженерный институт, который занимается рельсовым транспортом. Там Анатолий Эдуардович, с ним в одно время были, скажем так, недопонимания. Потом, когда Минтранс России нам выдал заключение о том, что мы являемся инновацией, они как-то поменяли почему-то свое решение и решили нас приглашать теперь на различные мероприятия, чтобы мы тоже дали свое видение развития транспорта будущего. И нас после «Инотранса» позвали как раз выступить на этой конференции юбилейной в МИИТе. И я ездил с небольшим докладом. Сейчас в МИИТе все занимаются вакуумным транспортом. То есть, я думаю, за будущее вакуумного транспорта в России можно быть спокойным. Скорость 1200 мало, надо 4, 6, 8, там уже кто во что гораст, я не знаю. Чтобы деньги получить из бюджета, можно сказать, 15 тысяч километров в час, побежали. Но понятно, что все это, конечно, такие истории. Я решил выступить с докладом в МИИТе именно по мобильности 4.0, попытаться рассказать самые такие интересные новые темы, которые я слышал на «Инотрансе». Вкратце, мобильность 4.0 – это попытка объединить движение человека и превратить его не в вот этот вот сложный путь из дома, в маршрутку, в автобус, в поезд, в метро, в самолет. Вот это вот сложный путь, который мы должны все проходить для того, чтобы просто перейти из точки А в точку Б. Превратить этот путь в максимально легкий для нас процесс. Оцифровать его, чтобы, выходя из дома, ты знал точно, в какую секунду, в какую минуту подойти к станции посадки, погрузиться туда, не ожидать, не проходить какие-то процедуры контроля. Чтобы все это было единым цифровым коридором, где взаимодействуют идеально системы программного обеспечения и подвижной состав, транспорт, где они всшиты друг с другом на идеальном уровне, чтобы это не было заметно. Как раз вот о персональном мобильном средстве, о котором говорили мои коллеги. Это очень важная часть, которая занимала дискуссия на инотрансе. Как должен выглядеть подвижной состав будущего, должен ли это быть автомобиль, может ли это быть поезд, поезд, который не дает того уровня комфорта, который нам необходим для того, чтобы перемещаться. Это автомобиль, который не дает того уровня безопасности, с которым нам необходимо перемещаться. Об этом я все расскажу попозже. То есть основная идея такая – превратить то место, в котором мы проводим кто-то полчаса в день, кто-то четыре часа в день, кто-то восемь часов в день. Об этом говорил Владимир Маслов, что это та часть, которая… А, извините, Лариса Артамонова, я сейчас уже не очень помню по поводу спикеров, кто говорил, что мы проводим в движущемся средстве большое количество времени. Мы можем провести его, нервно управляя дорогой, переключая скорости. Мы можем провести его, трясясь в самолете, на взлете, на посадке. А мы можем проводить его продуктивно. Мы можем заниматься в нем отдыхать. Мы можем заниматься в нем работой. Тогда это мобильный офис. Мы можем в нем заниматься фитнесом, как говорили мои коллеги. Не перестает поражать меня своим полетом мысли. То есть идея, о чем говорили на «Инотрансе», это превратить процесс передвижения в такой же полноценный процесс жизни, момент жизни, как и нахождение дома или на работе. Вот это третье место, которое кроме дома и офиса позволит человеку плодотворно работать. Потому что даже если считать экономическим языком, те потери, которые уходят на те часы, пока ты едешь в офис, это миллиарды долларов. Если считать для всего мира, это огромные суммы. Алексей, фамилия у него Добрент, это министр транспорта Германии, сказал, что в своем вступлении на открытие выставки в «Инотрансе», что с точки зрения цифрового развития все уже готово. Уже можно оцифровать передвижение, уже можно вшить электронные билеты, системы контроля, но транспорт сам по себе пока не готов. Транспорт еще и с 20 века. Мы живем в 21 веке, уже скорости перемещения информации колоссальные. Оцифровка всего и вся идет. А транспорт пока не готов дать те самые решения, которые позволят создать вот эту мобильность 4.0. То, что предлагают операторы железных дорог, это не то, что требуют сейчас клиенты. То есть мы с вами. Из достижений рельсового транспорта, о которых говорилось на выставке, ну, они, конечно, сейчас я буду их рассказывать, там расскажу первый пример, немножко саркастическую ухмылку, но понятно, что все равно это движение в правильную сторону. Там министр транспорта канадских дорог, ой, министр, глава канадских дорог, сказал, что вот его достижением является то, что он провел мобильный интернет в железнодорожные составы. В Канаде, хотя подавляющее количество, это именно грузовые перевозки, поэтому, ну, для пассажиров он сделал удобно. То есть, в принципе, это правильное движение в сторону мобильного офиса. Они пытаются превратить переезд в возможность работать, но не с тем комфортом, который необходим клиенту 21 века. Сейчас вообще железнодорожная отрасль Европы сталкивается с большими проблемами в плане конкуренции с автомобилями. Увеличиваются квоты, точнее, уменьшаются гранты, усложняются для ЖД процессы согласования. Железная дорога Европы сейчас, как, скажем так, передовая, это отрасль мира в области рельсового транспорта, терпит большой, скажем так, наезд со стороны автомобильной индустрии. Что они делают с этим? Они предлагают увеличить комфорт, упрощать процедуру сертификации, пытаться объединить все в единую сеть. Но они все отчетливо понимают, они пытаются использовать, вот они пытаются прийти в этот 21 век с устаревшей технологией, с той технологией, которая не может дать ответ на те требования, которые предъявляются к экономике клиентами. Это по поводу рельсового транспорта. Немножко касались вот вопросы именно автоиндустрии. Сейчас мощным трендом в развитии автомобилестроения или вообще в автомобилях является самоуправляемые автомобили. Вы все видели последние вот в среду, если не ошибаюсь, было у Элона Маска, у Теслы презентация, где они показывали, как машины сами без людей паркуются, высаживают, там ждут где-то хозяина. 63% компаний Кремниевой долины занимаются не социальными сетями, не поисковиками, как бы вы думали. Они занимаются вопросами мобильности. Сейчас огромное количество компаний по всему миру думает о автопилотах для машин, они работают в области электричества для того, чтобы машины передвигались. То есть сейчас это очень мощный тренд, который идет и который замечать невозможно. Замечать мне невозможно. Но какие незасадки самоуправляемого транспорта? В первую очередь ошибка всех людей, ну это не мои слова, это слова венчурных инвесторов из Кремниевой долины. Все почему-то думают, что вот завтра мы проснемся и все поехали на суправляемых автомобилях, на автопилотах. Такого не будет никогда. Это будет долгий процесс, который будет идти с одной скоростью, нарастающий. Из-за проблемы с аварийностью может быть он будет откатываться обратно. То есть это не то, что завтра наступил внезапный мир автопилотов. Такого не может быть. Ну, проблема с... Там основная история с автопилотом, то, что он очень тяжело оценивает меняющуюся окружающую обстановку. Погода сменилась, какой-то объект появился, исчез. У автопилота проблема. Uber, например, который сейчас активно тестирует автопилоты в одном городе в Америке, я сейчас не помню в каком, они говорят о том, что они столкнулись со странной проблемой. Если, например, утка переходит дорогу, то есть объект появляется и исчезает с дороги, то все, машина начинает глючить, тупить, она останавливает и не понимает, что дальше ей делать. Но самая интересная вещь, которую я недавно услышал от концерна Mercedes-Benz, который сейчас тоже разрабатывает автопилоты, это слова Кристофера фон Хьюга, руководителя разработки систем вождения Mercedes-Benz. Он ответил, очень интересно, с немецкой точностью, он ответил на моральную дилемму, которая стоит у всех производителей. Кто важнее, пешеход или водитель машины? Кем жертвовать в случае, когда стоит или-или? Немцы ответили очень просто. Беспилотники Mercedes-Benz в аварии будут жертвовать пешеходами. То есть для беспилотника главный водитель. И если кто-то переходит дорогу, и случается такая ситуация, что надо будет выбирать между жизнью водителя и жизнью пешехода, то беспилотник будет выбирать жизнь водителя. И внимание, вопрос, а если это переходит дорогу ребенок? А если это твой ребенок? Вот на этот вопрос ответить не могут они. Ну, я тут привел еще в пример несколько проблем, с которыми сталкиваются проблемы автотранспорта. Вы поняли, что самая важная проблема – это движение в одной плоскости с человеком. Пока машина будет двигаться в одной плоскости с человеком, проблема моральной дилеммы выбора, кто важнее, будет всегда. Это невозможно избежать, это невозможно исключить. Вот это миллион двести пятьдесят человек, которые гибнут в год в автоавариях. Это официально, неофициально. Я думаю, что где-то в Габоне, в Нигерии могут и не считать эту статистику. То есть какие суммы на самом деле, какое количество людей на самом деле умирает в год, мы не знаем. Мы говорим, война ведется в Сирии, в других странах. Так это просто небольшое количество по сравнению с той войной, которая идет каждый день на дорогах. Сколько людей остаются коллегами, сколько людей выключаются из нормальной возможности активно участвовать в социуме. Мы не представляем. И вот эта война будет идти до тех пор, пока машины будут двигаться с нами на одной плоскости. Этого никак не избежать, даже автопилотами. Ну и появляется наш любимый Skyway, конечно. О нем на открытии в «Инотрансе» не говорили, но мы же понимаем все, что можно говорить. Они ходят вокруг да около. То есть есть рельсовый транспорт, который, по идее, движется в отдельной плоскости от людей, но не может решить те проблемы, которые сейчас ставит перед ними 21 век. Есть автотранспорт, который вроде бы является персональным мобильным средством, но очень для людей опасен. А то, что предлагаем мы в качестве транспортного решения... Со мной здесь согласился один из представителей компании «Симмонс», он вице-президент одного направления, он был у нас на стенде. И после презентации нашей технологии он сказал, что интересно, потому что это может быть то самое недостающее звено, которое сейчас все ищут слепую по всему миру, но не могут найти. Вот это вот переход между устаревшей железнодорожной технологией, обладающей своими неоспоримыми плюсами, и вот этими самоуправляемыми машинами, которые тоже имеют свои плюсы, но в силу конструктивных особенностей имеют вот этот основной главный минус. Большая опасность для человека. То есть то, что предлагаем мы, даже с позиции серьезного эксперта, Симмонса, конечно, он не мог сказать, ребята, Skyway, все, покупаем все, Симмонс закрываем. Конечно, нет. Но он сказал очень интересную мысль, что вы можете являться вот этим ответом на этот вопрос. Ну, вкратце, я думаю, что на этом я закончу свою презентацию по поводу тех мыслей. Я еще раз прошу прощения, если вдруг это показалось, может быть, не до конца оформлено. Мне пока хотелось с вами поделиться теми идеями, которые я услышал на Иннотрансе, и тот вывод, который я сделал пока за тех экспертов, которые не знают о технологии Skyway. Значит, по поводу той конференции, которая будет в конце ноября. Нет, конференция, да, мы хотим сейчас попробовать сделать следующим образом. В конце ноября к нам приезжают наши коллеги из Австралии, там приезжают уже инженеры для того, чтобы начинать работать с нашими инженерами в ЗАО «Струнные технологии». И приезжает уважаемый человек один, и он является, скажем, политическим лоббистом там в Австралии, и ему хочется посмотреть. Вот как Рот Хук приехал в сентябре прошлого года, чтобы пощупать, и как инженер убедиться, что все это реально, так вот приезжает этот человек, я пока не буду назвать фамилию, для того, чтобы посмотреть со своей позиции и дать зеленый свет развитию в Австралии, не только уже там в университете, а просто чтобы, скажем, своим именем подключиться к развитию технологии. И мы решили вокруг этого приезда сделать такое небольшое закрытое рот-шоу для инвесторов, для тех, которые давно за нами уже наблюдают наши друзья, там, коллеги Сергея Анатольевича, которые давно уже слышали о проекте, но которые хотят, говорят, ребята, красивые дизайнеры работают, инотранс, мы хотим приехать и посмотреть на реальный продукт. И мы хотим сделать для них небольшое такое мероприятие, чтобы посмотреть, повзрослели ли мы, выросли ли мы из вот этого вот полуинтернетного проекта, полупроект, находящегося в интернете, который там существует, не существует, огромное количество критики идет, мы хотим посмотреть, выросли ли мы из этого проекта в уже полноценную инвестиционную компанию, которая интересна для крупных людей с большими деньгами и с серьезным именем. Поэтому 29 ноября, да, мы планируем сделать такое закрытое мероприятие, для этого мы сейчас готовим, скажем, делегации из ряда стран, это будет Австралия, это будет Филиппины, это будет Россия, это будет, сейчас я полечу в Индию, будем договариваться там, Швейцария, ну и там еще пара-тройка стран сейчас будут, то есть как бы делегаций и людей из них, сейчас находимся в процессе переговоров, потому что мне кажется, что время пришло. Я хочу еще раз передать большой привет всем от Анатолия Юницкого, большую благодарность вам всем за поддержку нашего проекта общего, ну и идем в будущее, у нас все сейчас уже будет идти все больше и больше интересно. Спасибо вам большое.